Мы можем быть разного возраста или отличаться друг от друга внешне, но когда дело доходит о спасении человеческой жизни, лозунг «Мы все одной крови» подходит лучше всего. Акция так и называется, а подхватили ее сегодня около 50 доноров, в их числе и Бехкам Байсагуров. Об акции он узнал случайно, но сразу же решил принять участие. Это можно сравнить с супергероями из фильмов. Ты понимаешь, что ты спасаешь жизнь кому-то. То есть у кого-то нет этой способности получить эту кровь, а у меня есть способность дать свою кровь кому-то. И вот именно поэтому я решил сдать свою кровь, тем самым спасти кому-то жизнь. Может, это будет ребенок какой-то, нуждающийся у него, или мать, которая родила этого ребенка. Но в любом случае, я рад им помочь. Много здесь и тех, кто уже успел стать ветеранами этого благого дела. Дали Муталиева, почетный донор. На станции переливания крови она частный гость. Уже пять лет не упускает случая поделиться частичкой жизни с другими. Сегодня на своем примере показывает, как важно человеку уметь сострадать и помогать. Понимаю, что я спасаю человеку жизнь. От этого уже бывает какая-то гордость. После сдачи крови, когда кто-то ею воспользовался, приходит сообщение на телефон «Спасибо, вы спасли жизнь». От этого вообще очень море эмоций бывает. Акцию приурочили к Международному дню молодого донора. Ее организаторы Минздрав совместно с Комитетом молодежи и Клубом добрых дел. Сдача крови – это не только благородная жест, но и полезная для организма процедура. В этот день молодежь, которая, так скажем, не жалко своей крови для других людей, они приходят, сдают кровь. Здесь с нами сегодня пришли и Клуб добрых людей, и Молодежная инициативная группа, и Молодежный парламент, наши волонтеры, сотрудники, все, кто могут, все, кто прочитал, знал, отмекнулся. То есть где-то в районе 50 человек, условно, сюда сегодня пришло. Если сравнить с предыдущим годом, отношение к донорству в регионе сильно изменилось, и в лучшую сторону, говорят сами медики. Все больше людей обращаются на станцию, что помогает обеспечить больнице необходимым запасом крови. Ее перерабатывают, лабораторные анализы делают, и ФА-лаборатория, и ПЦ-лаборатория перерабатывают, и эту кровь мы готовим для новорожденного ребенка. Точно так же взрослую и взрослую хирургию можно давать кровь. Быть донором или нет, это личный выбор каждого, но потратить полчаса в пункте переливания крови, спасти хотя бы одну жизнь, это то, что может сделать любой из нас. Райдат Холухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.